растет вот такой девичий виноград такая очень я бы сказала агрессивная лиана но из него из этих лиан плетей можно приготовить украшение для дома сейчас я покажу как вот я нарезала лиан этого девичьего винограда нужно освободить все боковые отрезать приросты получается длинная-длинная такая веревочка как веревочка из этой веревочки мы сейчас крутим клубочки с одной рукой неудобно начинать нужно с тонкой части плети нигде толстая а тонкая вот эта часть вот она она очень хорошо гнется сейчас я вам включу и покажу на улице пошел дождь мне пришлось зайти домой ну вот я скрутила такой вот клубочек из этой ветки вот это вот толстая часть мы ее в конце оставляем и заправляем вовнутрь вот так вот как-то не так торчать некрасиво ну куда-нибудь вот вот засуну вот такой вот лохматый клубочек потом все что нам не нужно мы секатором отрежем пока что я скрутила еще вот покажу вам вот два клубочка вот таких вот и у меня есть аэрозольные краски я их покрашу можно покрасить в любой цвет какой вам удобно какой вы выберете фон для своего дома у меня вот бирюзовый оранжевый потому что на улице скоро будет сырость и лякоть хочется дома чтобы было бирюзовое море и оранжевое солнце ну вот третий клубочек смотала сейчас пойду красить их ну на улице дождь идет где пришлось перейти в навес под навес своем доме конечно это очень удобно сделать вот какая-то нашла пенопласт какой-то бытовой техники разложила свои и такая аэрозоль у меня белая краска мы пробуем красить белый то как снег белый цвет вот такой вот клубочек получается запах конечно я вам скажу в квартире ни в коем случае у нас не был вот так он вайзолю весь прокрасится внутри можно два раза провести окрашивание сейчас он подсохнет посмотрим как получится я посмотрела у меня кстати бирюзового цвета нет поэтому я наверное два кубочка покрашу белый цвет коричневый кляна еще много поэтому и понравится этот цвет покрашу другой мы плиту новую да и и везде ты этого девочного винограда полно везде растет как сорняк если он появился на участке вывести поэтому если мы обрежем несколько ветвей будет только лучше все на следующий год он еще пышнее будут и все подумала избавиться вообще потому что очень агрессивное растение ну вот два клубочка мне белых надо отложить их в сторону да да а вот тут вот еще тут вот еще надо прокрасить посмотрим высохнет может еще прокрашу такой стеллажик тут стоит стеллажики высохнет это тоже поставим чтобы краски не переплетались так а теперь я пока выключу другую краску достану кстати вот я нашла желтую краску попробую желтую не коричневый не понравится перекрасим либо новую сплетем а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Перчатки обязательно. Посмотрите, как я бы вывозилась без перчаток. Даже телефон не знаю, как теперь брать. Ну, пусть сохнет. Вот какие клубочки у меня получились после покраски. Но жёлтый как-то мне не очень. Я, может быть, его перекрашу, либо снова искручу. Не знаю, посмотрю ещё. А так можно, в принципе, к Новому году подготовить интерьер своего дома. Мишурой обклеить эти клубочки. Либо подвесить на дождики. Подвесить. Ну, либо ещё что-то придумать. Почему бы такой вот... Вот такие вот шарики я скрутила. А дом вообще должен, конечно, пахнуть пирогами. Должно быть дома тепло и уютно. А уют можно создать из таких вот мелочей. И тогда все ваши родные будут стремиться домой.